Не только ради выгоды, но и во имя долга, ради победы, нам надо держаться программы насилия и лицемерия. Правительству достаточно знать, что мы неумолимы, чтобы стать послушным. Приспособляемость политики. Нам необходимо считаться современными мыслями, характерами, тенденциями народов, чтобы не делать промахов в политике и в управлении административными делами. Торжество нашей системы, в части механизма которой можно располагать разнообразно, смотря по темпераменту народов, встречаемых нами на пути, не может иметь успеха, если практическое ее применение не будет основываться на итогах прошлого в связи с настоящим. В руках современных государств имеется великая сила, создающая движение мысли в народе. Это пресса. Роль прессы указывает якобы необходимое требование передавать жалобы народного голоса, выражать и создавать неудовольствие. В прессе воплощается торжество свободоговорения. Но государства не умели воспользоваться этой силой, и она очутилась в наших руках. Через нее мы добились влияния, сами оставаясь в тени. Благодаря ей мы собрали в свои руки золото, невзирая на то, что нам его приходилось добывать из потоков крови и слез. Но мы откупились, жертвуя многими из нашего народа. Каждая жертва с нашей стороны стоит тысячи гоев. Протокол номер три. Символические дни и его значения. Сегодня могу вам сообщить, что наша цель в нескольких шагах от нас. Остается небольшое пространство, и весь пройденный нами путь готов уже замкнуть свой цикл символического змея, как это мы изображаем наш народ. Когда этот круг замкнется, все европейские государства будут им замкнуты, как крепкими песками. Неустойчивость конституционных весов. Террор во дворцах. Современные конституционные весы скоро покинутся, потому что мы их установили неисточностью, для того, чтобы они не переставали колебаться, пока не перетется их держатель. Гои предполагали, что они его достаточно крепко сковали, и все ожидали, что весы придут в равновесие. Но держатель, царствующие, заслонены ими представителями, которые дурят, увлекаясь либерализмом, и этим они обязаны навеянному во дворцы террору. Нет доступа к своему народу, к саму его среду. Царствующие уже не могут сговориться с ними и укрепиться против властолюбцев. Разделенная нами зрячая царская сила и слепая сила народа потеряли всякое значение, ибо отдельно, как слепец без палки, они немощны. Чтобы побудить властолюбцев в злоупотреблению властью, мы противопоставили друг другу все начинания их либеральные. Мы в этом направлении возбудили всякую предприимчивость, мы вооружили все партии, мы поставили власть мишенью всех амбиций. Из государств мы сделали арены, на которых разыгрываются смуты. Еще немного, и беспорядки, банкротство появится всюду. Парламентские говорильни, памфлиты, злоупотребление властью. Открывшийся в августе 1934 года первый всесоюзный съезд советских писателей. Те, кто следил за ходом съезда, помнят и остальные доклады Алексея Максимовича Горького, и произнесенные им 22 августа короткую речь, в которой он призвал писателей дружно работать и объединить свои силы для создания могучей литературы, которая нужна не только нашей стране, но и всему миру. Уважаемые товарищи, мне кажется, что в связи со временем часто произносится именно Горького с добавлением измерительных убитых, великим, высоким, длинным и так далее. Мы думаем, что слишком подчеркнувая и возмущая воздушную фигуру, мы тем самым затерняем рост и значение работы людей. Поверьте мне, я не потихнувшие, мы решаем, меня заставляют говорить на этой теме причины серьезные. Выражающие буража, все мы здесь, выразивая на резкие различия возрастов, дети, но и той же очень молодой матерью, всесоюзной советской литературы. Измерение роста писателя, дело читателя, объяснение социального изучения произведения литературы, дело отличия. Мы видим, что наш читатель все более часто и верно. Учение роста писателя, естественно сидел за другом. Как-то он мне спрашивал, с кем вы дружите, Павленко? А вот, кем, кем, кем. В гости ходим? Да, в гости ходим. А книги вы другу пишите? Да вы, нет, нет. Вот это плохо, нужно не только в гости ходить, а в рукописи тоже заходить. Заглядывать в рукописи друг другу, а сайт или иной, может быть, это неогитательно, а в рукописи заглядывать необходимо. И тут привел он из своей жизни к несколько замечательных, на мой взгляд, случаев. Когда писатель Купин, имени Покоеный, заканчивая свой поезд в поединок, он не мог сойти до конца. Конец именем не получался. Тогда он предложил коллегию с мальчиком. Писатель, Горького, еще имени всех покойных, человек пять. И сказал, вот, товарищи, не получается конец, помогите, как можно. Вот, товарищи, но он не приходит. И каждый из этих птиц написал свой лояль. И дай ему. Он говорит, горький лояль. И сейчас вы слушаете образцы московской говорильни, которые увели людей от истинного богопознания, от священной Библии, чтобы люди пропускали через свой разум тонны макулатуры, тех книг, которые не стоят ломаного гроша. А Библию, даже в современном издании, люди покупают за 50 и 100 рублей, потому что в ней источники вечной жизни. Послушайте еще немного, представители московского. С жизненным опытом, со своим гигием в жизни, своей большей силой подтвердилась в супременной литературе Николая Островского, с его книгой «Как закалялась сталь». Островский верил от 31-го поколения корзомольцев, которых октябрьские революции выставили еще подростки, которые возмужали и закалили в битву гражданской войны, битву де восстановительного периода. От имени этого поколения не говорил смертельно больной Островский, в ночь под Новый 1936 год, обращаюсь к новому поколению корзомолов. Я говорю о том, что я в колорке крышусь. И в мастер-классе, они говорят, что они как просто, что и как они делают, легко быть, что они делают, и как они там трудные. Я не знаю, что они знают, что завтра же, завтра же подключить машинку. Я не знаю, что мои товарищи-то морщики, и в семье молодые люди, которые возили в острове моего нового романа, я живу, влюблюсь, в полу, в том, и в тренировках, в мастер-классе, в мастер-классе, в полу, в мастер-классе, в полу, в течение 1934 год, в течение год корзица в страну Совета, в полу, в течение всего, и все стало ярко, прекрасно. Движдой удалось победить это крупное прикладство, и в течение всего того, что находится в церкви, что не вести на странице. В 1936 год запрещали как год прекраснейшей моей жизни. Вот больших желаний, больших творческих стремлений и сделать мастер-классе. 1936 года Николая Совского не стало. А прекрасное, замечательное завтра пришлось отстаивать в жесточайших, кровопролитных боях с фашизмом. 14 сентября 1941 года осужденный Ленинград говорит писатель, говорит Севолчишневский, от имени Балтийского флота, от имени моряков Кронштадта он произносит речь, обращенную к ленинградской молодежи. В тихании тех детей в ровную обстановку войны передает этот балдующий на 30-ти четвертых. в ровную обстановку войны. В ровную обстановку войны. Мы говорим вам, молодежь, мы тебе верим, мы освещаем, что ты рядом с вами. Для тебя, ведь молодежь, за 24 года советской власти было сделано все, что только можно. Ты была, молодежь, первой на жизненном советском хиру. Тебе открыто и дано было все. И сейчас, когда идет смертный бой, надо идти и оплачивать. Только трилогию хождения по мукам Алексея Николаевича Толстого в благодарности читают и помнят советские люди. Они помнят, они читают и патриотические статьи Толстого, появлявшиеся в газетах в первые дни и в первые месяцы Великой Отечественной войны, до сих пор сохраняющие жар его сердца. Немцы рассчитывали ворваться к нам танками и бомбардировщиками, как в Польшу, во Францию и в другие государства, где победа была заранее обеспечена их предварительной подрывной работы. На границах СССР они ударили остальную стену и широко прыжнула кровь их. Немецкие армии, гонимые в бой с каленым железом с терророй дезумием, встретились с могучей силой умного, храброго, свободолюбивого народа, который много раз за свою тысячелечную историю мечом и штыком изгонял просторов родной земли, наезжавших на нее Хазар, Волоксовы, Печенегов, Татарские орды и Тевсонских рыцарей, поляков, шведов, французов, Наполеона и немцев Ельдельма. Все промелькнули перед нами. В Советском Союзе в газете «Неделя за номер 27» в 1977 году опубликовано, как пришел к власти Адлов Гитлер в других же государствах опубликовано, как пришли к власти большевики в России под прикрытием Всевышнего. Автор Вадим Пигалев. Накануне 60-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции система монополистического капитала предпринимает неимоверное усилие в стремлении сплотить все силы международной реакции. Цель, очевидно, помешать закономерному процессу распространения идеи мира, демократии и социализма, отвлечь внимание общественности от самого знаменательного события века. Как свидетельствуют факты, которыми пестрят ныне страницы западной печати, этими силами является неофашизм, международный сионизм и дно уголовно-политического преступного мира, которое, как ни парадоксально, все чаще совместно пользуются старым механизмом масонских лож. В этой связи вопрос о происхождении и сущности масонства вновь приобретает актуальность, политическое значение. Великий революционер, пламенный патриот-антифашист Георгий Димитров еще в 1946 году, когда в народно-демократической Болгарии уже восторжествовала власть народа, дал четкую характеристику масонству. «Часто общественность удивляется», писал Георгий Димитров, «что известные государственные деятели быстро и совершенно необоснованно на вид меняют свои позиции по весьма существенным вопросам относительно нашего государства и нашей нации, или, говорят одно и то же, а делают совершенно противоположное. Для поверхностного наблюдателя это нечто нелогичное и совершенно непонятное. Для тех же, кто знаком с действиями разных масонских лож вопрос достаточно ясен. Указанные деятели, как члены масонских лож обыкновенно получают внушения и директивы от соответствующей ложи и подчиняются ее дисциплине вразрез с интересами народа и страны. Немного поясним, в чем суть несоответствия. Повторим, это место. Для поверхностного наблюдателя это нечто нелогичное и совершенно непонятное. Дело в том, что две совершенно противоположные друг другу системы, социалистическая и капиталистическая, выдвинули во главу каждой системы своих правителей. И все это ставники масонства спрашиваются, как они могут противоречить друг другу. Это является великой тайной, которая откроется позже. Автор в своей статье подчеркивает, что народ должен проявлять особую бдеятельность по отношению к масонским ложам, ибо масонские ложи это национальная опасность, чужая, спионская и предательская агентура. Коммунист-революционер Димитров совершенно справедливо исходил из того, что масонство в силу своей структуры, моральной ценности, сомнительной космополитической лозунгов, элитарности, зависимости рядовых членов от тайных зарубежных гроссмейстеров непосредственно служит лишь крайне реакционным силам международного империализма. Георгий Димитров писал, в частности, что в формировании идеологии национал-социализма и тайного нацизма не последнюю роль сыграли как сами масоны, так и их теоретическое наследие. Ввиду того, что масонство и ныне выступает в союзе с неофашистами и другими крайне реакционными силами, вопрос этот приобретает особую важность, и мы остановимся на нем более подробно. Небольшая вставка из журнала «Огонек» от специального корреспондента Цезаря Саладаря номер 39-й, 43-й и далее страница 26-я. В Брестеле от пожилого и многоопытного репортера я услышал рассказ про то, как на него обиделся шведский коллега. «Не сочтите это, лести», сказал ему швед, «но в журналистских кругах вас не без оснований считают знатоком сионизма. Вы столько о нем писали, что, безусловно, сможете мне помочь. Я, как вы знаете, в последнее время тоже причастен к сионистской теме. Ну, лгей меня Бог, если хоть на микро-долю способен разобраться в структуре и построении сионистских организаций. Десятки советов, федераций, комитетов, лифт, объединений, обществ, фондов, а кто кого направляет, кто с кем соприкасается, кто о ком информирован, это все для меня полнейшая сумятица. Помогите, как коллега-коллеги, станьте на несколько минут моим гидом по запутанному лабиринту организационной схемы сионизма. Хоть вкратце растолкуйте мне, кто кем руководит и кто кому потеняется. Почему же все-таки шведский коллега обиделся на вас, недоуменно спросил я репортера. Я ответил ему, что ничем, к сожалению, помочь не смогу. Сам говорю, плавая и барахтая с нескончаемым потоки названий, платформ, деклараций, уставов, заявлений, манифестов, всяческих ассоциаций, группировок, агентств, филиалов, фракций, регионов сионизма. Но швед решил, что я эгоистично не хочу поделиться с ним своими сведениями об организационной структуре сионизма и не только обиделся, но и прямо обвинил меня в отсутствии духа коллегиальности. А ведь я сказал ему сущую правду. По-моему, нет на свете журналиста из не сионистов, целиком посвященного в тайну их лабиринта. В тайну? Да, тщательно охраняемую тайну. Повторяю, что я читаю журнал «Огонек». Вот почему американского публициста Лоуренса Мошара были все основания подчеркнуть, что получить серьезную информацию о внутренней деятельности сионистского движения довольно трудно. Эта трудность сионистские руководители усугубляют еще тем, что дают своим органам название, но никогда не именуют их сионистскими и ни единым словом не упоминают об их истинном назначении. Полистайте сионистскую прессу, сколько нейтральных и невинных названий и организаций вы встретите на ее страницах. Одни подобны под рубрику национальных, другие приняты именовать благотворительными, третий считается всего-навсего культурными. Это по названиям. А на деле? Попробуйте, например, решить такую головоломку. Есть в Вашингтоне совет руководителей еврейских организаций США. Усюжение настолько авторитетное, что его президент Яков Штейн выступает в печати с оценкой почти каждого нового назначения на высокий пост в государственной администрации США. Действительно, совет руководителей организации, казалось бы, что может быть выше этого? Но сведущие люди посмеиваются над наивными людьми, задающими такой вопрос. То есть смеются и над верующими, которые не могут понять, кто стоит у власти, почему нет проповедей в церкви, почему мы все никак не можем перейти на служение на русском языке, кому это выгодно, чтобы держать народ таким темным и необузданным. Ведь всесильный СОХНУТ организация, скромно именуемая всего-таки еврейским агентством, а фактически полновластно ведающий всей эмиграции в Израиль, подчинен вовсе не совету руководителей, а объединенному еврейскому фонду США МАГБИТ. Сам генеральный директор СОХНУТа Рошер Ревлин отчитывается перед МАГБИТом в том, сколько людей и за какой срок переселено СОХНУТом в Израиль. Зачем такой многообразный ассортимент? Прежде всего для того, чтобы создать видимость нарастающей массовости сионистского движения, воздействовать на общественное мнение и правящие круги капиталистических стран бесконечными заявлениями по каждому поводу и без повода, и что очень важно, иметь основания для сбора пожертвований. Хорош верно, что одной из воздействий с тем этих безнадежно провалившихся дискуссий был еврейский вопрос. У молодого лазуйчика Свободы, представлявшегося сыном коренного кубинца, был такой изыгненный первый ход. Он громогласно удивлялся, как это в приехавшую на Олимпиаду группу советских мастеров искусства включили композитора Яна Фрэнкеля, ведь он же, дескать, еврей. Тяга обывателей к таинственным масонским символам, ритуалам и мистическим наукам, надежды рядовых членов ложь, напознание масонских тайн, с помощью которых можно просветлеть и получить право общаться с избранными, вступать в контакты с создателем Вселенной, способствовали распространению масонских лож по всей Европе. В Германии в 18 веке наибольшее распространение получило розенкрейцерство, масонский орден Злато-Розового Креста, так называемая система строгого наблюдения, четкая иерархичность, беспрекословное подчинение верховным вожакам, подотчетность, строгая секретность и тому подобное. Розенкрейцеры всюду стремились распространить свое влияние, насадить своих агентов, подчинить ложи других стран в своей системе. В зависимости от Берлина оказались и русские масоны. На Вильгельмс-Бацком Генеральном международном конвенте масонских лож июль 1782 года Россия была объявлена восьмой масонской провинции. Зависимость от берлинских мастеров стала с тех пор не только заочной, но и очной. Когда произошла первая проба, как называют генеральная репетиция во Франции на Парижской коммуне, франк-массоны поняли, что люди, потерявшие самодержавный строй, легко увлекаются лживыми лозунгами братства и свободы. После этого сами же они эту революцию заглушили в крови французов. Когда царю Николаю Первому стало известно, что следующей жертвой намечена Россия, в России, как пишет об этом Сергей Нилус, появились протоколы сионских мудрецов, которые с помощью одного из их членов были выкрадены из архивов. Царь Николай решил опубликовать эти протоколы и выпустить массовым тиражом во всей России, предупредить, какая беда грядет на них после совершения революции. Но было уже слишком поздно. Выпущенные крупным тиражом протоколы раздавались бесплатно как приложение к книгам религиозного и светского содержания. Евреи закупили почти весь тираж, а те экземпляры, которые попали все же к людям в руки, или выкупали за большие деньги, или обладатели их погибали в странных обстоятельствах при различном стесении таких обстоятельств. После того, как увидели, что могут сделать из человека, как из Ленина или из Сталина, идола, как Бога, поклоняясь ему, следующей жертвой стал Китай, где из Мао Зайдуна в настоящее время для человека советского звучит странно, как это Мао на каждом углу у них встречается и слышится. А разве не то же мы видим и у себя? Это жертва франкмассонства. Так они постоянно тренируясь на народных массах, экспериментируя, подготавливают престол Антихристу, сея всюду смуты и революции, когда издерганный народ наконец скажет, не желаем этих революций, дайте нам рабство, но мир. Продолжаем чтение статьи под прикрытием Всевышнего. Игорь Шварца родился в Трансильвании в 1751 году. Конвент назначил единственным верховным представителем теоретической степени соломоновых наук в России. Ему вменили в обязанность следить за работой русских масонов, получать от них информацию и осуществлять вношение посредством секретных шифров с берлинскими гроссмейстерами. В чем же выражалась просветительская деятельность Шварца? Вот лишь некоторые из постулатов масонов-розенкрейсеров. Освобождаться от предрассудков своей родины, почитать весь свет як у республика, быть готовым на завтра умереть без роптания, смиренно пребывать в глубочайшем невежестве, когда то угодно воле источника света, быть готовыми к тому, чтобы скитаться без роптания по земле, не имея места, где на оной преклонить главу свою, быть готовыми сносить величайшую бедность, обладая способами воспроизводить богатство и тому подобное. Спрашивается, во имя чего? Масоны отвечали, во имя создания всемирной масонской республики во главе с избранными, просветленными. Эти догмы в полной мере позаимствованы затем и архитекторами идеологии и морали так называемого тайного нацизма, выступавшие в тесном союзе с наиболее реакционными силами финансового капитала. Вначале это были члены Блиста и Силожи или тайного общества Вриля, существовавшего в Германии в 20-х годах нашего века и тесно связанного с феософами. А затем братья тайной ложи Фулея. Ее обитатели были, как известно, Карл Гауссгофер, Рудольф Гесс, Ганс, Габбегер и другие основатели национал-социализма. Осень 1923 года. Гитрис Эккард, основатель тайной ложи Фулея, накануне смерти завещает своим друзьям учредителям партии национал-социалистов. «Идите за Гитлером, он поведет танец, но музыку написал я. Мы дали ему способы общения с ними». С большой буквы. Сотни ученых Германии в один из летних дней 1925 года обнаружили в своих почтовых ящиках письма. В них, в частности, говорилось «Отныне вам придется выбирать с кем вы, с нами или против нас. Гитлер расчистит политику, а Ганс Габбегер сметет ложные науки. Символом возрождения германской нации будет доктрина вечного льда. Берегитесь, становитесь в наш строй, пока не поздно». Основатели национал-социализма и стайного общества Фулле прекрасно понимали, что расправа над прогрессивными учеными – это лишь один шаг к намеченной цели, что в дальнейшем необходимо во все изменить миропонимание и добиться того, чтобы люди усваивали это новое как бы добровольно, без принуждения. Нацистская идеология, особенно так называемая «тайная» для избранных, складывалась таким образом под значительным влиянием масонских мистических учений, хотя основная идея о расовом превосходстве, расовой исключительности и элитарной избранности заимствована у сионизма и была представлена в ее арийском варианте. Любопытно далее напомнить о системе организации и структуре СС. Гиммлеру было поручено организовать СС как охранно-полицейское учреждение и как религиозный орден с многоступенчатой иерархией. Высшую ступень составляли посвященные во все тайны СС ее руководители и составлявшие так называемый «черный орден». Его тайное учение, не отраженное в документах, основывалось на вере в существование сил, превосходящих обычное человечество. Символика и ритуалы неотъемлемая часть традиционного масонства. Члены общества фуле и основатели национал-социализма не только формально позаимствовали загадочную масонскую символику, но и превратили ее в действенную мораль, воспитуемую нацистскую силу. Профессор-мистик Карл Гаусгосер был одним из тех, кто избрал свастику, древний символ грома, огня, плодородия и тайной магической силы, эмблемой нацистов. Он оправдывал это тем, что якобы далекие нордические предки, обладавшие высокой цивилизацией, поклонялись тому же символу и, будучи посвященными в магические тайны, управлялись стихиями и народами, были магами-водителями. Катастрофа, согласно легенде, уничтожила эту цивилизацию. На ее месте образовалась пустыня Гоби, но уцелевшие маги-водители рассеялись по миру. Они передавали потомству свои магические способности. И вот теперь, утверждал Гаусгофер, арийцам надвижит вернуться к истокам, заключить союз с тайными силами могущества и насилия, чтобы ускорить приход человечества к шарниру времени. Как видно из сказанного, простой древний символ приобретал весьма практическое значение, обрастал политической доктриной. Другой символический атрибут нацистов – мертвые головы. Эту эмблему носили избранные арийцы, чистокровные и полноправные представители СС. Мертвые головы. Что сие означает? Устрашение? Нет. У нацистов для запугивания были иные средства, более действенные. Заглянем опять же в 18 век в архивы Розенкрейцера. Там, в обрядах до ученической ложи касающейся, есть такое пояснение. Мертвая голова и крестообразно положенные кости – суть печальные знаки напоминания. Для того, взору нашему представляемые, чтобы сие знамения смерти не только нас не устрашали, но пачи научали бы нас долг и обязательства наши, масонские, предпочитать самой жизни, которая подобает нам всегда для благоденствия масонства и для безопасности братьев наших жертвовать. Пренебрежение к смерти, доведенное до автоматизма, готовность спокойно взирать на людские страдания непосвященных, хладнокровие к возможным трудностям и даже телесным испытаниям, казням – вот что призваны были воспитывать таинственные символы ордена. Русский человек всегда считался хлебосольным и добродушным даже для иностранцев. И видим, когда масоны пришли здесь к власти, то сделаем сравнение. Во Второй мировой войне погибло 20 миллионов на полях сражений, а по линии НКВД и Нижошина после раскулачивания, начиная с 17-го до 53-го года, погибло около 66 миллионов. Русский человек стал истреблять самого себя. Для избранных мертвоголовых в Германии были организованы специальные школы в Бурге, но попадали туда далеко не все. Шел строгий отбор. Он осуществлялся на семинарах на поле. В 1942 году, 26 ноября, газета Шварцкорпс, упоминая о Наполе, писала, что там учатся давать и принимать смерть. Не каждому удавалось достичь высоких степеней посвящения, но тот, кто выдерживал все экзамены, мог претендовать на сверхселовеческую судьбу, на роль магов-водителей, которым надлежит изменять равновесие духовных сил на планете. Для них была даже уготована в будущем образцовая независимая республика СС. Об этом в марте 1943 года заявлял своим братьям Гиммлер. На мирной конференции узнают о воскресении былой Бургундии. Франция свела эту страну наук и искусств до уровня заспиртованного придатка. Суверенная Бургундия собственной армией законами монетой почтой станет образцовым государством СС. В нее войдут романская Швейцария, Кикардия, Шампань, Франш-Конте, Эно и Люксембург. Официальным языком будет конечно немецкий. Править будут только СС. Национал-социалистическая партия не будет иметь в Бургунде никакой власти. Мир будет потрясен и восхищен государством, где будут применены нашей концепции. Какая же судьба была сконструирована членами Черного Ордена для остального человечества? Планировалось после создания строгой и иерархичной международной системы руководства во главе разумеется с мертвоголовыми оторвать народы от национальных корней, превратить их в своего рода мировых кочевников, производителей благ, в податливое живое сырье. Вспомним старые лозунги Розенкрейцеров, перечисленные выше. Начальными лабораториями для этих целей были в частности концлагеря. В этом же направлении работали и многие институты, как, например, научный институт для изучения наследственности, объединявший 50 научных институтов и работавший под непосредственным руководством СС. Этот научный центр поддерживал тесную постоянную связь с мистическим Гауссгофером, который подсказывал изуверские направления исследовательских работ, опытов над живыми людьми. Зимой 1941 года гитлеровские войска начали терпеть поражение на советско-германском фронте. Но для многих нацистов, веривших в космогонию и символы, это было нечто большее, чем просто неудачи на фронтах. Битва под Сталинградом еще больше разорвала их союзы с повелителями вселенной. Геббельс писал, «Поймите, сама идея, само понимание вселенной терпит поражение, духовные силы будут побеждены и близится час страшного суда». Да, дорого обошлись человечеству эксперименты Черного Ордена, теории членов тайного общества Фуле, сумасбродство мистика-параноика фюрера, верившего в космогонию, шарнир времени, в нордическое величие, тибетское вдохновение, нацистский магизм, биологическую селекцию и мечтавшего о мировом владычестве. «Чтобы расплатиться с Красной армией за то поражение, которое Красная армия нанесла им текущим летом. Они залеяли надежды, товарищи. Им эта передышка очень была нужна. Они думали, за такой водной преградой, как река Цепр отсидеться, поддержать в армии дух и веру в возможность еще сопротивления, возможность еще борьбы. Такое поражение, которое немцы потерпели в районе города Киева, они, товарищи, никогда не ожидали. И, понеся поражение, они вновь пытались дать реванш кольцам Красной армии. На далеких подступах Киева немцы собрали довольно серьезный кулак. Дальше танк пяти дилитий ударный кулак собрали. И пытались в том числе, я должен вам сообщить, около десяти танковых дивизий. И вот в течение последних двух недель отчаянно рвались вновь к Днепру, отчаянно рвались вновь к Киеву. Но, товарищи, из этой попытки, кроме громаднейших жертв, которые понесли немцы, ничего не получилось. Мы, части Красной армии, доблестно отражая атаки противника, доблестно отражая его стремление проваляться вновь к Киеву, одних только танков перебили на поле боя около 800 штук. Пусть, товарищи, враги, помнят и никогда не маршал Жуков участвовал в разработке и осуществлении многочисленных наступательных операций советской армии в 1944 году, в частности таких, как разгром гитлеровцев под Ленинградом и в Белоруссии. Повторим еще раз, битва под Сталинградом еще больше разорвала их союзы с повелителями вселенной. Гебель спишал, поймите, сама идея, само понимания вселенной терпит поражение, духовные силы будут побеждены и близится час страшного суда. Здесь уместно будет припомнить выдержку из легенды об Адонераме. И пал Адонерам за отказ в пароле от руки убийц предателей и чтобы скрыть следы преступления спрятали убийцы труп Адонерама. Пояснение. Такова была сила и власть Адонерама. Стоило для такого бесславного конца от руки бездарных сходить в преисподнюю. Лгал отец лжи и против воли должен был сознаться в своем бессилии. Точно так же получилось и с приходом Гитлера к власти. Какие страшные жертвы понес немецкий народ. Ведь они верили ни в Христа, ни в Бога. Хотя на каждой пряжке было написано с нами Бог. Бог для них был только для прикрытия зла творимого именно сужих территориях. Они разочаровались во всем и только после этого начали поднимать взор свой к небу. Точно такое же положение случилось и с советским народом. После прихода к власти большевиков миллионы людей ушли от Христа. Но в 43 году многие люди услышали радостную вещь открываются православные храмы, молитвенные дома и люди потянулись к Богу. Вчерашние безбожники стали возвращаться в лоно церкви. Гебберис говорил о том, что враг душ человеческих дьявол обманул их, обещая тысячелетнее царство на земле. Прошло всего лишь 13 позорных лет и они должны были уйти в небытие. Как по темпам, так и по своим получительным результатам. В битве за Берлин была окончательно разгромлена военная машина фашистской Германии. Над разрушенной германской столицей взвела красное знамя победы. Гитлер в силу гитлеровской Германии вынуждено было подписать акт о безоговорочной капитуляции. Это произошло в ночь с 8 на 9 мая 1945 года в берлинском пригороде Карлсхорсте. Здесь во главе представителей союзных нам армии Соединенных Штатов Америки, Англии, Франции, капитуляцию врага принял по поручению правительства Советского Союза маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков. Карлсхорст Один из берлинских пригородов. Наш микрофон установлен в здании бывшего немецкого военно-инженерного училища. Через несколько минут здесь состоится подписание акта безоговорочной капитуляции Германии. Зал офицерской столовой. На стене 4 флага. Советской, американской, английской и французской. Символ боевого содружества. В зал входит маршал Советского Союза Жуков, главный маршал британской авиации сэр Артур Теппер, генерал ФАК, адмирал сэр Гарольд Бэрроу, генерал Телятер Тетасвингис, члены советской, американской, английской, французской делегации. Историческое заседание начинается. Его открывает маршал Советского Союза Жуков. Тетасвингис, Тетасвингис, французской армии, Волокомандской вооружённой армии Герман Галат Галат Тетасвингис, для принятия условий безоговорочной капитуляции от Верховного Главного Командования вооружённых сил Германии прибыли куклом обочины Верховного Главного Командования Германской Армии. Я предлагаю приступить к работе и пригласить сюда куклом обочины маршал Галат 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 В зал входят немецкие генералы. Впереди идёт генерал сальмаршал Кейтер. Он идёт стараясь сохранить достоинство и даже гордость, поднимая перед собой свою сальмаршал и вжезу и тут же опускает его. Он хочет быть картинным в своём позоре, но дрожащие пятна проступают на его лице. Вслед за ним стоит генерал-адмиралы фонд Ридебург и генерал полковник Штумпф. Они садятся за отведённые им в стороне стол. Сзади их адъютанты. Маршал Жуков и главный маршал авиации Тедер объявляют. Здравствуйте! Сейчас предстоит подписание акта представителей левого команды 16-й армии. Вот заговорочный председатель с вооружённым с региономом. Это действие в отвор социальной армии. Немцам переводят эти слова. Кейтель скивает головой. Да, да, катикуляция. Да, согласен. Кейтель предъявляет полномочия. Документ подписан с Росадмиралом Бенниф, уполномачивающим генерал-фальмаршала Кейтеля подписать акт безусловной катикуляции. Я предлагаю подписать акт первоначальной комиссии представитель республики маршала Весома Бенкоманды акт возле договорочных скивляций. Прошу дать акту с другим. Кейтель разворачивает факту с документами, вставляет манокль в глаз, берет перо и собирается подписать акт. Маршал Жуков его останавливает. Маршал Жуков показывает рукой, куда надо пойти сальмаршалу. Кейтель встает, потом подходит к столу, садится, берет ручку, подписывает. Первый экземпляр, второй, тридцать. Сальмаршал Кейтель встает, обводит взглядом зал. Ему ничего сказать, он ничего и не ждет. Он идет к своему месту за столом немецкой делегации. Он снова вытягивает перед собой свой сальмаршал жезл, кладет его на стол. Собиться. На его место идут Фридебург и Штунг. Тоже подписывают акт. Все это происходит молча, без слов. Слов уже не надо. Все нужные слова сказали Красная Армия и Армии наших союзников. Теперь это только безусловная, безоговорочная капитуляция. Больше от битеровцев ничего не требуется. Теперь акт подписывает маршал Шуков главный маршал авиации сэр Артур Теппер подписывает свидетели. Генерал Спа представители французской делегации генерал Делатер Де Кассини. Это сказал маршал Шуков. Немецкие генералы сдают и уходят из зала. Уходят из истории. Все присутствующие на этом историческом заседании радостно поздравляют друг с другом с победой. Война окончена. Маршал Советского Союза Жуков жмет руку маршал английской авиации Седеру, генерал американской армии СПАК и другим генералам. Победа! Человечество может свободно вдохнуть. Пушки больше не стреляют. Выдержка из книги Жукова Воспоминания 676-я страница. Тут же садись из Москвы и позвонил Сталину. Он был на дате. Телефону подошел дежурный генерал, который сказал Сталин только что лег спать. Прошу разбудить его. Дело срочное и до утра ждать не может. Очень скоро Сталин подошел к телефону. Я доложил получение сообщения о самоубийстве Гитлера и появлении Крапса и решении поручить переговоры с ним генералу Соколовскому. Спросил его указаний. Сталин ответил «Доигрался, подлец! Жаль, что не дало взять его живым». И все не пришло время полностью понять слова Сталина. Что они означали? Продолжаем чтение статьи из газеты недели. Итак, представители самых реакционных сил монополистического капитала и военщины в союзе с масонами мистиками помогли Гитлеру состряпать Майнкамп, создать нацистскую идеологию, основали партию национал-социалистов, вооружили фюрера мистика-реванцистскими доктринами, расчистили ему дорогу к высшим ступеням власти. Они, взяв за основу проверенные веками модели масонских обществ, подсказали Гитлеру структуру тайной нацистской организации. Они вдохновляли фюрера и подсказывали гениальное решение. Да и сам Гитлер был также порожден масонами-мистиками и, что называется, взращен и духовно вскормлен ими, хотя на фашистский олимп власти он был возведен германским монополистическим капиталом. Не случайно и то, что масонские архивы были в числе самых секретных документов. Нацисты тщательно укрывали их. Наконец, любопытен и тот факт, что вскоре после войны в 1949 году с разрешения властей масоны возобновили свою деятельность в Западной Германии. Не потому ли некоторые западные буржуазные идеологи и пропагандисты пытаются ныне представить Гитлера ярым врагом масонства, желая тем самым вычеркнуть из анкеты международного масонства, столь распространенного в капиталистическом мире, одну из наиболее позорных страниц. Что же касается живучести масонства, то об этом свидетельствует и статистика. Если в 1829 году в мире, включая царскую Россию, насчитывалось 3000 масонских лож, то к 70-м годам нынешнего столетия, согласно официальным данным, их число возросло более чем в 10 раз. Прогрессивная общественность обеспокоена тем, что делаются попытки на базе тайных лож сплотить реакционные силы, неофашистские группировки, организации сионистского толка, уголовно-политический преступный мир. Все эти реакционные силы стремятся превратить хаос, как отмечает итальянский публицист Расселло, стержень своей политической линии. Именно этим и следует объяснить кажущуюся масонскую противоречивость. И в этом смысле глубоко прав был Георгий Димитров, что народ должен проявлять особенную бдительность по отношению к масонским ложам, ибо в них пересекаются пути самых реакционных стил. Зловещие тайны сионизма Лев Корнеев, огонек номер 34, 1977 год. Есть и немало неопубликованных еще документов, которые использованы в материале, предлагаемом внимательному читателю. Еще в 1934 году американский журналист еврейского происхождения Цукерман писал в газете «Джуиз Ньюслеттер» «Еврейское население Палестины заражено бациллами фашизма и фашистской идеологии. Еврейский фашизм по своему происхождению, тактике, формам и методам борьбы имеет очень много общих черт с немецким нацизмом. Оказалось, что нацизм самая благоприятная питательная почва для еврейского фашизма. Сходство идеологии и политических доктрин было той почвой, на которой расцвело иудино-древо сиониско-нацистского альянса в 1933-1945 годах. Но сходство между фашизмом и сионизмом не ограничивается лишь духовным родством и империалистическо-генетическим единством. В опубликованных в Австрии Раушнингом в беседах с Гитлером указывается, что бесноватый прямо признавался собеседнику. Он заимствовал у сионистов политическую интригу, технику, конспирацию и введение в заблуждение организацию. Ну а сионисты позаимствовали у гитлеровцев их методы массовых расправ с беззащитным населением. Арабский союз антихимитов и сионистов. Штандартенфюрер СС старший советник Мюллер еще раз внимательно перечитал документ с грифом «Совершенно секретно» и недовольно поморщился. Он был убежденным антихимитом. Синим карандашом Мюллер подтверждил фразу «Руководствуясь указаниями господина генерал-фельдмаршала Геринга как уполномоченного за четырехлетний план от 24 января 1939 года на основе которого был создан имперский центр по еврейской эмиграции группенфюрер СС Гейдрих изложил общее направление работы. Он исходил из того, что задача имперского центра по еврейской эмиграции должно стать обеспечением беспрепятственной совместной деятельности по всем вопросам касающимся еврейской эмиграции всех причастных к этому центральных государственных учреждений». Перед полковником гитлеровской охранки лежал текст записи совещания главарей имперского центра еврейской эмиграции состоявшегося 11 февраля 1939 года в управлении гестапо. В этом тексте ничего не говорилось о преследовании евреев в Германии или о их физическом уничтожении совсем наоборот речь шла об усилении взаимовыгодных контактов между сионистами и нацистами. Сионизм рассчитывал при поддержке Германии крупнейшего империалистического хищника в указанный период укрепить позиции сионистов в Палестине обеспечить с помощью нацистского партнера свои захватнические планы на Ближнем Востоке и сионизировать и ограбить евреев в Германии. Здесь в 1933 году проживало более полумиллиона евреев, в большинстве своем людей преуспевающих состоятельность. Их имущество оценивалось в огромную сумму 12 миллиардов золотых марок. Естественно, что переселение в Палестину, британскую колонию, они, как говорится, видели в кошмарном сне. Сионистами себя считало лишь 2% немецких евреев. «Вот почему», писал впоследствии западно-германский журнал «Шпигель», «сионисты восприняли утверждение нацистов в Германии не как национальную катастрофу, а как уникальную историческую возможность осуществления сионистских намерений». «Невероятно, но факт». В то время, как в Германии были запрещены все ненацистские книги, газеты и журналы, когда любое критическое слово в адрес властей могло стоить жизни лицу, отважившемуся его произнести, нацистские главари, казалось, сквозь пальцы смотрели. На издававшийся два раза в неделю до 1938 года сионистский орган «Юдиши Руншау». На эту газету распространялось лишь одно ограничение. С 1934 года ее запрещалось покупать арийцам. Берлинское еврейское издательство беспрепятственно вплоть до 1939 года издавало сионистскую литературу. В 1933 и 1938 годах этим издательством были опубликованы многие книги Бен Гуриона, том сочинения Руппина, сборник речей и статей Вейтсмана, и другие сочинения сионистских лидеров. Почему? Четкий ответ дал мудрый гуманист Махатма Ганди. Крики сионистов о национальном очаге в Палестине послужили благовидным оправданием для изгнания германцами евреев. Под барабанный грохот антисемитской пропаганды по всей Германии были развернуты сионистские лагеря по подготовке молодых евреев к колонистской деятельности в Палестине. Начальник отдела 2-го 112-го СД Мильенштейн всячески содействовал деятельности сионистских организаций по созданию лагерей перевоспитания. Он внимательно следил за работой сионистов. В своем отделе он приказал создать специальные карты, на которых отмечалось продвижение сионизма в германском еврействе. Гитлеровские власти на местах также поддерживали мероприятия сионистов, направленные к усилению эмиграции евреев из Германии. Характерен в этом отношении приказ политической полиции земли Бавария от 9 июля 1935 года. В течение некоторого времени сионистские организации через посредство своих членов и приверженцев осуществляет сбор средств для усиления эмиграции, покупки земель в Палестине и поддержки колонизации Палестины. Этот сбор средств не нуждается в специальном разрешении, если он проводится в строго ограниченных еврейских кругах. Равным образом это мероприятие не должно вызывать никаких опасений со стороны государственной тайной полиции. Для сведения господ из Франц-Пресс этот уникальный документ хранится в Баварском государственном архиве по адресу Мюнхен Арцистрассе Адольф Гитлер Основатель Израиля Столь парадоксальный на первый взгляд заголовок носит одна из книг выпущенная в 1975 году в Женеве. Рецензия на нее была опубликована 12 февраля 1975 года в приложении к израильской сионистской газете «Дзерузалем пост». Но, как известно, нет ничего более парадоксального чем очевидное. В мае 1933 года Сионивский Англо-Палестинский банк АПБ установил контакты с Министерством экономики Гитлеровской Германии. Переговоры между АПБ и Имперским Министерством экономики привели к подписанию 23 августа 1933 года трансферного соглашения «Трансфер-сделки». Эта сделка предназначалась для регулирования имущественного положения мигрантов, выезжающих в Палестину. Она стала основой для политического и экономического сотрудничества сионистов и нацистов по целому ряду вопросов. В соответствии с этой сделкой в Берлине было основано Палестинское бюро по опеке и консультированию немецких евреев ПАУ-Трой и открытое отделение АПБ. В Тель-Авиве возникла компания «Траст-энд трансфер Хавара» офис Хавара, акциями которой распоряжался АПБ. 17 сентября 1933 года для усиления контроля сионистов и гитлеровцев над еврейской общиной Германии все еврейские и сионистские организации страны были принудительно объединены в сионистское имперское объединение евреев Германии, которое организационно вошло в Палтрой. Продолжение протоколов Народы прикованы к тяжелому труду бедностью сильнее, чем их приковывало рабство и крепостное право. От них так или иначе могли освободиться, могли с ними считаться, а от нужды они не оторвутся. Мы включили в Конституции такие права, которые для масс являются фиктивными, а не действительными правами. Все эти так называемые права народа могут существовать только в идее, никогда на практике неосуществимой. Что для пролетария труженика, согнутого в дугу под тяжелым трудом, придавленного своей участью, получения говорунами права болтать, журналистам, права писать всякую чепуху наряду с делом, раз пролетариат не имеет иной выгоды от Конституции, кроме тех жалких крох, которые мы им бросаем с презрением с нашего стола, за подачу ими голосов в пользу наших предписаний вставленников наших, наших агентов. Республиканские права для бедняка горькая ирония, ибо необходимость чуть неподъемного труда не дает им настоящего пользования ими, но зато отнимает у них гарантию постоянного и верного заработка, ставя его в зависимость от стачек, хозяев или товарищей. Кулачество и аристократия. Народ под нашим руководством уничтожил аристократию, которая была его естественной защитой и кормилицей ради собственных выгод, неразрывно связанных с народным благосостоянием. Теперь же с уничтожением аристократии он попал под гнет кулачества разжившихся пройдох, насевших на рабочих безжалостным ермом. Армия масона еврейства. Мы явимся якобы спасителями рабочего от этого гнета, когда предложим ему вступать в ряды нашего войска социалистов, анархистов, коммунаров, которым мы всегда оказываем поддержку из якобы братского правила общечеловеческой солидарности нашего социального масонства. Аристократия, пользовавшаяся по праву трудом рабочих, была заинтересована в том, чтобы рабочие были сыты, здоровы и крепки. Мы же заинтересованы в обратном, в вырождении Гоев. Наша власть в хроническом недоедании и слабости рабочего, потому что всем этим он закрепощается нашей воле, а в своих властях он не найдет ни сил, ни энергии для противодействия ей. Выдержка из газеты «Комсомольская правда» за 13 сентября 1978 года. Коварный плагиат. Куда уходят корни очередной новомодной теории буржуазных социологов. Юнологи вещают и о том, что всякие идеологические суждения фанатичны и консервативны, а посему ограничивают сферу восприятия действительности и деятельности личности. Отсюда якобы не следует привязываться к какой-либо идеологии, а лучше сохранить свою вольность, независимость от воззрений старших. Поясним, масоны ставят главный удар свой против молодежи, развратить ее спортом, модами, ибо говорят, что старики мудры и упрямы, и от них не добьешься исполнения своей воли. Если присмотреться к этим научным выкладкам, то можно обнаружить не только низшанские идеи. За их пеленой отчетливо проглядываются принципы, которых придерживались и придерживаются вольные каменщики, члены тайных масонских обществ. Еще в прошлом веке, желая польстить водолюбивому духу молодых и завлечь их в свои сети, масоны получали это все выдержка из комсомольской правды. Остерегай вольность свою, очень легко стать рабом ближнего, как раз в тот момент, когда думаешь, что попал в ряды поборников свободы, помни, что истина сокрыта для человечества и недоступна никому. Используя схалактические аргументы, мистическую демагогию, масоны призывают и сейчас своих адептов освобождать от сухого рассудка, уходить из подлияния наук и идеологии. Авторы широко разрекламированной на западе книги «Грядущее размышления о 70-80-х годах». Канн и Брюс Брикс уверяют, что не только мировая экономика, но и международные отношения в целом и даже мировая культура будут все более зависеть от деятельности законных хозяев общественной жизни. Поясним, пришло время в открытую масонам заявить о вскором пришествии антихриста на землю. Внимай же этому, христианин! Сущности, заявляют авторы, вполне правдоподобно, что в отдаленном будущем историки, описывая наше время, изобразят многонациональные корпорации как движущую силу прогресса и как уникальную в своем роде динамичную организацию, которая внесла огромный вклад в динамизм всего общества. Иными словами, бескомпромиссно отстаивается право большого бизнеса представителей элиты избранных масонов выйти за рамки национального государства и быть безраздельными хозяевами будущего общества. Вот для чего и нужна эта власть в России, чтобы развратить одно или другое поколение, от которого уже произойдет гнилое, с гнилой кровью поколение, которое не будет знать ничего о Боге и примет любого правителя, который пообещает им мир. Жан Марабини рецензирует на страницах французского журнала ARR, вышедшую из США книгу Гордона и Хемера экспертов Рэнд Корпорэйшн замечает «Согласно прогнозам Рэнд Корпорэйшн у рычагов управления нового научно-индустриального общества должны стоять ученые, эксперты, мудрецы, ответственные лица, являющиеся высшим слоем по отношению к средней социальной прослойке. Причем последнее ради собственного счастья следует держать в подчинении с помощью все более усовершенствованных психологических методов. Приходится вспомнить, что в Америке производились более 10 лет опыта над людьми, когда в мозг подопытным больным вживлялись электроды, чтобы при нажатии кнопки подачи определенных сигналов люди выполняли то, что вздумается подателю этих сигналов. Судя по всему, в числе таких психологических методов, с помощью которых можно манипулировать общественным мнением и оберегать элитарные интересы, теории практика международного масонства, еще недостаточно изученного и разоблаченного. Буржуазия, особенно в трудную для нее пору, всегда стремилась привести в движение невидимые для большинства пружины своей демократии в кавычках, обрасти разного рода неполитическими организациями, культурническими, клубными, полурелигиозными, религиозными, которые призваны воздействовать на взгляды широких слоев, контролировать общественное настроение, оберегать интересы элиты. К ним примыкает также сионистско-масонская ложа Бнай Брит. Пояснение. Сыновья Завета, штаб-квартира Вашингтоне, основанная еще в 1843 году, имеющая свои многочисленные ложи-филиалы в более чем 40 капиталистических странах. Ее годовой бюджет исчисляется сейчас миллионами долларов. Весьма красно решив список участников Биллинбергских встреч, среди них бывший премьер-министр Великобритании Лорд Хьюм, бывший государственный секретарь США Генрик Киссинджер, с которым неоднократно встречался Громыко и Брежнев, генеральный секретарь НАТО Юзел Лунц, президент концерна ФИАТ Джованни Аньеле, председатель правления Чейзман-Хэттенбэнк Дэвид Рокфеллер, французский банкир Эдмон Дерротшильд, лидер английских консерваторов госпожа Тэтчер, министры большинства западноевропейских правительств, представители администрации США Наивным было бы поверить в то, что эти представители большого бизнеса в атмосфере таинственности обсуждают на своих сходках проблемы филантропии и религиозно-нравственного усовершенствования Масонские ложи в капиталистических странах не канули в прошлое и в последние годы особенно активно распространяют свое влияние Добавим, что распространяет его и в России под прикрытием филантропии идеи самосовершенствования познания истины мистической фразеологии они весьма удобны для тех, кто потерпел поражение на идеологических фронтах холодной войны Через масонские ложи можно наслаждать антикоммунизм Добавим, что и коммунизм в более утонченных формах слегка модернизируя языками практикуемые масонские теории используя железную масонскую дисциплину в масонстве чрезвычайно заинтересованы сегодня не только монополии но и международный сионизм ударный отряд сил империализма и реакции и не только потому, что в масонских ложах по сей день поклоняются шестиконечным звездам Давида зажигают во время ритуалов семисвечники чтут заветы иудейских пророков и так далее гораздо важнее то, что масонство в силу определенной структуры и жесткого дисциплинарного кодекса позволяет иметь своих послушных и исполнительных адептов и агентов в правительствах и партиях в дипломатических и ученых кругах в социальных центрах в статистических управлениях в органах юстиции в профессиональных союзах в молодежных организациях очевидно и таких как ВЛКСМ и профсоюз в профсоюз и верующие идут не замечая что это школа коммунизма а это как подсказывает сионистская практика весьма удобная для сбора необходимой информации проникновения в различные сферы осуществления соответствующей пропаганды распространения своего влияния при сохранении в обществе кажущейся демократии так например еще лет 10-15 назад в католической печати было сказано что в Советском Союзе наступление поведется через епископат будут ставить нужных епископов которые будут рукополагать только по разрешению уполномоченных нужных им бездеятельных и безнравственных священников и отсечь народ от священства народ возненавидит своих пастырей и будет потерять церковь иными словами сионисты пользуются этой невидимой формой правления представителей большого бизнеса для оказания влияния на политику президентов конгрессов правительств для тайного манипулирования экономикой так масонство служит ширмой для избранных и удобным инструментом для представителей международного финансового капитала стремящихся к безраздельному господству в свободном мире повторим что это из советской печати особенно много пишут в последнее время из этого легко понять что воцарение антихриста весьма близко вольные каменщики всегда предпочитали скрывать свои истинные цели прятаться за мистической философией и абстрактными рассуждениями именно поэтому всякий раз когда появляется необходимость активизировать силы антикоммунизма превозносится теоретическое наследие масонства и делается все возможное чтобы отвлечь внимание от его практической работы мистицизм служит в таких случаях незаменимой дымовой завесой под прикрытием которой развертываются глобальные земные маневры и кампании на четвертом конгрессе Коминтерна разоблачение реакционной деятельности международного масонства шло параллельно с обсуждением вопроса о провокационной роли так называемой лиги защиты прав человека и гражданина негласно управляемой масонскими вожаками для верующего добавим единственный выход видя как все опутано страшной организацией сатанизма еще усилие прибегать к единому спасителю Христу мы говорим это не ради того чтобы понять всю политику но понять только ту страшную грозящую церкви смертельную опасность чтобы мы не смотрели на тех пастырей которые запрещают проповедовать и сами не хотят служить Богу быть может половина из них спортивными билетами в карманах и члены масонских лож факты свидетельствуют о том что и нынешняя провокационная кампания защиты прав человека развязана империалистическими кругами и примыкающей к ней новейшей теории юнологов является по существу плагиатом той самой стратегии и тактики тех изощренных масонских приемов которыми ранее уже пользовались избранные и просветленные добавим как например в Советском Союзе изощренно издевается над верующими не изгоняя их со всех руководящих постов осталось только работать категарами с сражами да дворниками продолжение протоколов собраний сионских мудрецов голод и право капитала голод создает права капитала на рабочего вернее чем аристократия давала и законная царская власть нуждою и происходящей от нее завистливой ненавистью мы двигаем толпами и их руками стираем тех кто нам мешает на нашем пути толпа и коронация всемирного владыки когда придет время нашему всемирному владыке короноваться то те же руки снетут все могусти ему быть препятствием бои отвыкли думать без наших научных советов поэтому они не видят настоятельной необходимости в том чего мы когда наступит наше царство будем неукоснительно придерживаться а именно основной предмет программы будущих масонских народных школ в основных школах надо преподавать единую истинную науку первую из всех наук науку о строе человеческой жизни социального быта требующего разделения труда а следовательно разделение людей на классы и сословия необходимо чтобы знали все что равенство быть не может вследствие различия назначения деятельности что не могут одинаково отвечать перед законом тот который своим поступком компрометирует целое сословие и тот который не затрагивает им никого кроме своей чести тайна науки социального строя правильная наука социального строя в тайны которой мы не допускаем гоев показала бы всем что место и труд должны сохраняться в определенном кругу чтобы не быть источником человеческих мук от несоответствия воспитания с работой при изучении этой науки народы станут добровольно повиноваться властям и распределенному ими строю в государстве при теперешнем же состоянии науки и нами созданном ее направлении народ слепо верящий печатному слову питает во внушенных ему заблуждениях в неведении своем вражду ко всем сословиям которые он считает выше себя ибо не понимает значения каждого сословия общий экономический кризис укаженная вражда еще более увеличивается на почве экономического кризиса который остановит биржевые сделки и ход промышленности создав всеми необходимыми нам подпольными путями с помощью золота которое все в наших руках общий экономический кризис мы бросим на улицу целые толпы рабочих одновременно во всех странах Европы эти толпы с наслаждением бросятся проливать кровь тех кому они в простоте своего неведения завидуют с детства и чьи имущества им можно будет тогда грабить безопасность в кавычках наших наших они не тронут потому что момент нападения нам будет известен и нами будут приняты меры к ограждению своих деспотизм масонство царство разума мы убедим что прогресс приведет всех гоев к потере разума наш деспотизм и будет таковым что он сумеет разумными строгостями замирить все волнения вытравить либерализм из всех учреждений утрата руководителя масонства и великая французская революция когда народ увидел что ему во имя свободы делают всякие уступки и послабления он вообразил себе что он владыка и ринулся во власть но конечно как всякий слепец наткнулся на массу препятствий бросился искать руководителя не догадался вернуться к прежнему и сложил свои полномочия у наших ног вспомните французскую революцию которой мы дали имя великой тайны ее подготовленные нам хорошо известны ибо она вся дело наших рук с тех пор мы вводим народы от одного разочарования к другому для того чтобы он и от нас отказался в пользу того царя деспота сионской крови которого мы готовим для мира повторяем все это делается в пользу того царя деспота сионской крови которого мы готовим для мира царь деспот сионской крови причиной неуязвимости масонства в настоящее время мы как международная сила неуязвимы потому что при нападении на нас одних нас поддерживают другие государства неистащимая подлость гоевских народов ползающих пред силой безжалостных к слабости беспощадных проступкам и снисходительных к преступлениям не желающих выносить противоречий свободного строя терпеливых до мученичества перед насилием смелого деспотизма вот что способствует нашей независимости от современных премьер-диктаторов они терпят и выносят такие злоупотребления за меньшие из которых они обезглавили бы 20 королей напомним что сегодня отправляют отрабатывать на химию а всего лишь несколько лет назад 10-15 лет давали за то же преступление если задерживают преступника то сегодня прокурор подписывает освободить и никто не может понять почему это тайные масонские рычаги роль тайных масонских агентов чем же объяснить такое явление такую непоследовательность народных масс в отношении своем к событиям казалось бы одного порядка объясняется это явление тем что диктаторы эти шепчут народу через своих агентов что они злоупотреблениями теми наносят усерд государством для высшей цели достижения благо народов их международного братства солидарности и равноправия конечно им не говорят что такое соединение должно совершиться только под державой нашей и вот народ осуждает правых и оправдывает виновных все более и более убеждаясь что он может творить все чего не пожелает благодаря такому положению висей народ разрушает всякую устойчивость создает беспорядки на каждом шагу свобода слово свобода выставляет людские общества на борьбу против всяческих сил против всякой власти даже божеской и природной вот почему при нашем воцарении мы должны будем это слово исключить из человеческого лексикона как принцип животной силы превращающей толпы в кровожадных зверей правда звери эти засыпают всякий раз когда напьются крови и в это время их легко заковать в цепи но если им не дать крови они не спят и борются протокол номер четвертый стадии республики всякая республика проходит несколько стадий первая из них заключена в первых днях безумствования слепца метущегося направо и налево вторая в демагогии от которой родится анархия приводящая неизбежно к деспотизму но уже не по законному открытому а потом ответственному а к невидимому и неведомому и тем не менее чувствительному деспотизму который бы который бы то ни было тайной организации тем без церемонии действующей что она действует прикрыто за спиной разных агентов смена которых не только не вредит но пособляет в тайной силе избавляющейся благодаря этой смене от необходимости тратить свои средства на вознаграждение долгосрочно прослуживших внешнее масонство кто и что может свергнуть незримую силу а сила наша именно такова внешнее масонство служит слепым прикрытием ее и ее целям но план действий этой силы даже самое ее место пребывания для народа всегда остается неизвестным свобода и вера но и свобода могла бы быть безвредной и просуществовать в государственном обиходе без ущерба для благоденствия народов если бы она держалась на принципах веры в Бога на братстве человечества в немысли о равенстве которому противоречат сами законы творения установившие подвластность при такой вере народ был бы управляем опекой приходов и шел бы смиренно и кротко под рукой своего духовного пастыря повинуясь Божьему распределению на земле вот почему нам необходимо подорвать веру вырвать из ума Гоев самый принцип божества и духа и заменить все арифметическими расчетами и материальными потребностями международная торгово-промышленная конкуренция роль спекуляции чтобы умы Гоев не успевали думать и замечать надо их отвлечь на промышленность и торговлю таким образом все нации будут искать своей выгоды и в борьбе за нее не заметят своего общего врага но для того чтобы свобода окончательно разложилась и разорила Гоевские общества надо промышленность поставить на спекулятивную почву это послужит к тому что отнятая промышленностью от земли не удержится в руках и перейдет к спекулянтам то есть в наши кассы культ золота напряженная борьба за превосходство толчки в экономической жизни создадут да и создали уже разочарование холодные и бессердечные общества эти общества получат полное отвращение к высшей политике и к религии руководителем их будет только расчет то есть золото которому они будут иметь настоящий культ за те материальные наслаждения которые оно может дать тогда-то не для служения добру даже не ради богатства а из-за одной ненависти к привилегированным низшие классы Гоев пойдут за нами против своих конкурентов за власть интеллигентов Гоев Протокол номер пять Создание усиленной централизации управления Какую форму административного правления можно дать обществам в которых подкупность проникла всюду где богатства достигаются только ловкими сюрпризами полумошеннических проделок где царствует распущенность где нравственность поддерживается карательными мерами и суровыми законами а не добровольно воспринятыми принципами где чувства к родине и к религии затерты космополитическими убеждениями Какую форму правления дать этим обществам как не ту деспотическую которую я вам опишу далее Мы создадим усиленную централизацию управления чтобы все общественные силы забрать в руки Мы урегулируем механически все действия политической жизни наших подданных новыми законами Законы эти отберут одно за другим все послабления вольности которые были допущены гоями И наше царство ознаменуется таким величественным деспотизмом что он будет в состоянии во всякое время и во всяком месте прихлопнуть противодействующих и недовольных гоев Нам скажут что тот деспотизм о котором я говорю не согласуется с современным погрессом но я вам докажу обратное В те времена когда народы глядели на царствовавших как на чистое проявление Божьей воли они безропотно покорялись самодержавию царей но с того дня как мы им внушили мысль о собственных правах они стали считать царствующих лиц простыми смертными Помазание божественным избранием не спало с главы царей в глазах народа и когда мы у него отняли веру в Бога то мощь власти была выброшена на улицу вместо публичной собственности и захвачена нами Кроме того искусство управлять массами и лицами посредством ловко подстроенной теории и фразеологии правилами общежития и всякими другими уловками в которых гои ничего не смыслят принадлежит также к специальностям нашего административного ума воспитанного на анализе наблюдения на таких тонкостях соображений в которых у нас нет соперников как нет и составлений планов политического действия и солидарности одни иезуиты могли бы в этом с нами сравниться но мы их сумели дискредитировать в глазах бессмысленной толпы как организацию явную сами же со своей тайной организацией остались в тени впрочем не все ли равно для мира кто будет его владыкой глава ли католичество или наш деспот сионской крови нам то избранному народу это далеко не все равно что делается вам в области фельского хозяйства в 1971 и 1977 годы вы увеличили среднегодовое производство хлопка со ста по сравнению с 8-й пятилеткой почти полтора раза родовое производство зерна с прежнего уровня 600-700 тысяч тонн за последнее время доведено до 1 миллион 130 тысяч тонн за 71 77 годы вы продали государству овощи больше чем за предыдущие 30 лет это ко многому обязывает товарищи мы надеемся что вы и впредь останетесь верны своим хорошим традициям причина и возможности соглашений между государствами временно с нами могла бы справиться всемирная коалиция ГОЭВ но с этой стороны мы обеспечены теми глубокими корнями разлада между ними которых уже вырвать нельзя мы противопоставили друг другу личные и национальные расчеты ГОЭВ религиозные и племенные ненависти выращенные нами в их сердцах в продолжении 20 веков благодаря всему этому ни одно государство не встретит ниоткуда поддержки своей протянутой руке ибо каждый должен думать что соглашение против нас не выгодно ему самому 29 июня 1941 года ЦК ВКПБ и Совет Народных Комиссаров СССР стали всем партийным и советским организациям при фронтовых областей директиву это была боевая программа борьбы советского народа Великой Отечественной войне программа мобилизации всех материальных и духовных сил страны на разгром врага все для фронта все для победы такова была главная идея директивы 30 июня 1941 года был создан государственный комитет обороны в руках которого сосредотачивалась вся полнота власти в стране 3 июля по радио выступил председатель государственного комитета обороны Иосиф Виссарионович Сталин в основу его речи была положена директива ЦК ВКПБ и Совета народных комиссаров СССР от 29 июня воинных граждане граждане жравцы и сёстры бойцы нашей армии и слота к вам обращались я внушила внушила геройные военные нападения битвеевской германии на нашу жизнь начатое 22 июня продолжается. Несмотря на генерические сопротивления и россияне, несмотря на то, что лучшие дивизии врага и лучшие части его враги были разбиты и нашли сюда ноги. На полях справления враг продолжает вниз вперед, бросая вокруг новой силы. Мы слишком сильны, с нами приходится считаться. Державы, даже небольшого человека, частного соглашения не могут составить без того, чтобы к нему не были причастны тайно мы. Примечание. Теперь уже не тайно, а явно. Кто открыто стоит во главе правительства мира? Евреи. Сколько зла было сделано ими. При их посредстве были развязаны войны. Они провели репетиции на полях сражений Европы, Америки, Африки. Сколько слез они доставят этим своему еврейскому народу и в будущем, когда увидят, что тот всемирный владыка, которого они воцарят и посадят на престол Соломона, окажется злейшим врагом их души, то есть сам Сатана. Сейчас мы находимся на престоле Плача. Послушайте, что тут делается. Это иудеи ходят, молятся, стоят, раскачиваются и служат своему Богу. Мы находимся на санкете. Я буду делать короткие записи, возможно, на немецком языке. Субтитры создавал DimaTorzok Этим зимным открывается Конгресс. В переводе означает «Пожелайте мир Израилю». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это был любимый день из Равицан, когда самолет пошел на посадку. Это радио создалась музыка. Рер-ме-редес-ред-пап. Через меня царствуют цари. А пророками нам сказано, что мы избраны самим Богом на царство над всей землею. Бог нас наградил гением, чтобы мы могли справиться со своей задачей. Будь гением противного лагеря, он бы еще поборолся с нами. Но пришлет не стоит старого обывателя. Борьба была бы между ними беспощадной, какой не видывал еще свет. Да и опоздал бы, Евгений. Золото – двигатель государственных механизмов. Все колеса государственных механизмов ходят под действием двигателя, находящегося в наших руках. А двигатель этот – золото. Измышленная нашими мудрецами наука политической экономии давно указывает царский престиж за капиталом. Монополии, торговли и промышленности. Капитал для действий без стихнений должен добиться свободы для монополии промышленности и торговли, что уже и приводится в исполнение незримой рукой во всех частях света. Такая свобода даст политическую силу промышленникам, а это послужит к стихнению народа. Ныне важнее обезоруживать народы, чем их вести на войну. Важнее пользоваться разгоревшимися страстями в нашу пользу, чем их заливать. Важнее захватить и толковать чужие мысли по-своему, чем их изгонять. Значение критики. Главная задача нашего правления состоит в том, чтобы ослабить общественный ум критикой, отлучить от размышлений, вызывающих отпор, отвлечь силы ума на перестрелку пустого красноречия. Показные, в кавычках, учреждения. Во все времена народы, как и отдельные лица, принимали слова за дело, ибо они удовлетворяются показным, редко замечая, последовало ли на общественной почве за обещанием исполнения. Поэтому мы установим показные учреждения, которые будут красноречиво доказывать свои благодеяния прогрессу. Переутомление от житейства. Мы присвоим себе либеральную физиономию всех партий, всех направлений, и снабдим ею же ораторов, которые бы столько говорили, что привели бы людей к переутомлению от речей, к отвращению от ораторов. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 В дом вас есть за что похвалить. Однако... АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Думаю, однако, что праздник не пострадает, если мы поговорим и о незасадках, о нерешенных задачах, такого, что монетинский деловой стиль, не будем его нарушать. АПЛОДИСМЕНТЫ Особенно хочу обратить ваше внимание на качество продукции. К сожалению, пока нельзя сказать, что тут у вас все благополучно. Удельный вес продукции высшего качества составляет возребрежание всего 8,2%. Это значительно ниже общесоюзного показателя. Между тем усилия нашей партии и всего народа направлены сейчас именно на повышение качества. Центральный комитет партии ждет, что партийная организация аржебрежана, все трудящиеся республики в борьбу за качество самостоящего поставят всем свое внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Примите нужные меры, чтобы навесить порядок. Здесь, как говорится, комментарии излишни. Чтобы взять общественное мнение в руки, надо его поставить в недоумение, высказывая с разных сторон столько противоречивых мнений и до тех пор, пока ГОИ не затеряются в лабиринте их и не поймут, что лучше всего не иметь никакого мнения в вопросах политики, которых обществу не дано ведать, потому что ведает лишь тот, кто руководит обществом. Это первая тайна. Вторая тайна, потребная для успеха управления, заключается в том, чтобы настолько размножить народные недостатки, привычки, страсти, правила общежития, чтобы никто в этом хаосе не мог разобраться и люди вследствие этого перестали бы понимать друг друга. Эта мера послужит к тому, чтобы посеять раздор во всех общежитиях, разобщить все коллективные силы, которые не хотят нам покориться, обескуражить всякую инициативу, могущую сколько-нибудь помешать нашему делу. Значение личной инициативы Нет, ничего опаснее личной инициативы. Если она гениальна, она может сделать более того, что могут сделать миллионы людей, среди которых мы посеяли раздор. Нам надо направить воспитание гоевских обществ так, чтобы перед каждым делом, где нужна инициатива, у них опускались бы в безнадежном бессилии руки. Напряжение, происходящее от свободы действий, расслабляет силы, встречаясь с чужой свободой. От этого происходят тяжелые нравственные толчки, разочарования, неудачи. Сверхправительство. Всем этим мы так утомим гоев, что вынудим их предложить нам международную власть по расположению своему могущую безломки сосать в себя все государственные силы мира и образовать сверхправительство. На место современных правителей мы поставим страшилище, которое будет называться сверхправительственной администрацией. Руки его будут протянуты во все стороны как клещи при такой колоссальной организации, что она не может не покорить все народы. протокол номер шесть. Монополия. Зависимость от них воевских состояний. Скоро мы начнем учреждать громадные монополии. Это уже приводится в исполнение и в России. Резервуары колоссальных богатств, от которых будут зависеть даже крупные гоевские состояния, настолько, что они потонут вместе с кредитом государств на другой день после политической катастрофы. Господа экономисты здесь присутствующие, взвести-ка значение этой комбинации. Всеми путями нам надо развить значение нашего сверхправительства, представляя его покровителем и вознаградителем всех нам добровольно покоряющихся. обезземеление аристократии. Аристократия Гоев, как политическая сила, скончалась с нею, нам нечего считаться. Но как территориальная владелица, она для нас вредна тем, что может быть самостоятельной в источниках своей жизни. Нам надо поэтому ее во что бы то ни стало обезземелить. Задолженность земли. Для этого лучший способ заключается в увеличении земельных повинностей, в задолженности земли. Эти меры задержат землевладение в состоянии безусловной приниженности. Наследственно не умеющие довольствоваться малым аристократы Гоев прогорят быстро. В то же самое время надо усиленно покровительствовать торговле и промышленности, а главное спекуляции, роль которой заключается в противовесе промышленности. Без спекуляции промышленность умножит частные капиталы и послужит поднятию земледелия, освободив землю от задолженности, установленной судами земельных банков. Надо, чтобы промышленность высосала из земли и руки, и капиталы, и через спекуляцию передала в наши руки все лировые деньги, и тем самым выбросила бы всех Гоев в вузы пролетариев. Тогда Гои преклонятся перед нами, чтобы только получить право на существование. Роскошь подъем заработной платы и заражание предметов первой необходимости. Для разорения Гоевской промышленности мы пустим подмогу спекуляции развитую нами среди Гоев сильную потребность в роскоши, всепоглощающей роскоши. Поднимем заработную плату, которая однако не принесет никакой пользы рабочим, ибо одновременно мы произведем заражание предметов первой необходимости, якобы отпадения земледелия и скотоводства. Да кроме этого мы искусно и глубоко подкопаем источники производства, приучив рабочих к анархии и спиртным напиткам и приняв вместе с этим все меры к изгнанию из земли всех интеллигентных сил Гоев. Обманутый и обманываемый рабочий человек открой свои очи ты слышишь страшные тайны которые совершаются ежедневно перед твоими глазами читай газеты книги и бог поможет тебе во всем разобраться какая страшная участь ожидает людей отступивших от бога они живут во тьме не зная что жизнь кончается навеки преисподней тайный смысл пропаганды экономических теорий чтобы истинная подкладка вещей не стала заметно Гоям раньше времени мы ее прикроем якобы стремлением послужить рабочему классу и великим экономическим принципам о которых ведут деятельную пропаганду наши экономические теории помни об этом человек ибо то что ты слышишь сегодня быть может не услышишь никогда протокол номер 7 цель напряжение вооружение врожение раздоры и вражда во всем этим мы держим людей за решеткой по желанию мы властны произвести беспорядки или водворить порядок для этого нам надо вооружиться большой хитростью и пронырливостью во время переговоров и соглашений но в том что называется официальным языком мы будем держаться противоположной тактике и будем казаться честными и сговорчивыми таким образом народы и правительства Гоев которых мы приучили смотреть только на показную сторону того что мы им представляем примут нас за благодетелей и спасителей рода человеческого обуздания противодействия Гоев войнами и всеобщей войной на каждое противодействие мы должны быть в состоянии ответить войной с соседями той стране которая осмелится нам противодействовать но если и соседи задумают стать коллективно против нас то мы должны дать отпор всеобщей войной тайна успех политики главный успех политики заключается в тайне предприятий слово не должно согласоваться с действиями дипломата пресса и общественное мнение к действиям в пользу широко задуманного нами плана уже близящегося к вожделенному концу мы должны вынуждать Гоевское правительство якобы общественным мнением в тайне подстроенном нами при помощи так называемой великой державы печати которая за немногим исключениями с которыми считаться не стоит вся уже в наших руках американские китайские и японские пушки одним словом чтобы резюмировать нашу систему обуздания Гоевских правительств в Европе мы одному из них покажем свою силу покушениями то есть террором а всем если допустить их восстание против нас мы ответим американским или китайскими или японскими пушками всеобщая война еще только ожидается грома японских пушек мы слышали американскую помощь японцам деньгами и портсмутским миром мы видели не видели еще открытого сотрудничества это было написано масонами сто лет назад сегодня мы видим как это предсказанное ими исполнилось задуманные коварные планы объединения приготовления всеобщей термоядерной войне исполняются мы стоим на грани катастрофы протокол номер 8 двусмысленное пользование юридическим правом мы должны заручиться для себя всеми орудиями которыми наши противники могли бы воспользоваться против нас мы должны будем выискивать в самых тонких выражениях и загвоздках правового словаря оправдания для тех случаев когда нам придется произносить решение могущее показаться непомерно смелыми и несправедливыми ибо эти решения важно выразить в таких выражениях которые оказались бы высшими в таких выражениях которые оказались бы нравственными правилами правового характера сотрудники масонского правления наше правление должно окружать себя всеми силами цивилизации среди которых ему придется действовать оно окружит себя публицистами юристами практиками администраторами дипломатами и наконец людьми подготовленными сверх образовательным воспитанием в наших особых школах эти люди будут ведать все тайны социального быта они будут знать все языки составляемые политическими буквами и словами они будут ознакомлены со всей подкладочной стороной человеческой натуры со всеми ее чувственными струнами строение умов гоев их тенденции недостатки пороки и качества особенности классов и сословий понятно что гениальные сотрудники нашей власти о которых я веду речь будут взяты не из тесла гоев которые привыкли исполнять всю административную работу не задаваясь мыслью для чего надо ее достигнуть не думая о том на что она нужна администраторы гоев подписывают бумаги не читая их служат не из скорости из скорости или из чистолюбия экономисты и миллионеры мы окружим свое правительство целым миром экономистов вот отчего экономические науки составляют главный предмет преподавания евреям нас будет окружать целая плеяда банкиров промышленников капиталистов а главное миллионеров потому что в сущности все будет разрешено вопросом цифр какое поистине ужасное ожидает разочарование все эти адские планы когда исполнится предвиденное пророком непремом сириным время и небо не захочет дать дождя а земля ни жатвы ни плодов кому поручать ответственные посты в правительстве на время пока еще будет безопасно вручить ответственные посты в государствах нашим братьям евреям теперь видимо это стало безопасно мы будем поручать их лицам прошлое и характер которых таковы что между ними и народом легла пропасть таким людям которым в случае непослушания нашим предписаниям остается ждать или сюда или ссылки сие для того чтобы они защищали наши интересы до последнего своего издыхания стоит только припомнить примеры которые совершались в СССР это Троцкий группировки Молотова Маленкова Булганина Кажановича время правления Хрущева который казалось со всех сторон обезопасил себя но вот слово лишь одно было сказано и его не стало припомним что случилось и происходит в Китае это четверка во главе с Дзян Цин Линь Бяо и другие в США неугодные Кеннеди устраняются физически масон Никсон выведенный на арену как президент лишь однажды неосторожно обмолвился о сионистском движении и вот уже было вытащено латергейское дело и Никсону пришлось уйти в отставку едва минова в тюрьму все это дело рук масонов никому ничего не прощающих и мы открывающие для вас эту тайну знаем что ждет нас поэтому просим вас всех дорогие наши братья молитесь за нас протокол номер девять применение масонских принципов в деле воспитания народов применяя наши принципы обращайте внимание на характер народа в стране которого вы будете находиться и действовать общее однако их применение раннее перевоспитание народа на наш лад не может иметь успеха но шествуя в применении их осторожно вы увидите что не пройдет и десятка лет как самый упорный характер изменится и мы зачислим новый народ в ряды уже покорившихся нам стоит припомнить книгу Николая Островского как закалялась сталь где этот пафос как говорит Илья Эренбург жалуясь однажды своему сотруднику за рубежом что вот уже мы и устали строить коммунизм на что ему было ответено а как же христианство не встает строить две тысячи лет масонский пароль слова либерального в сущности нашего масонского пароля свобода равенства братства когда мы воцаримся мы заменим словами не пароля уже а лишь идейности право свободы долг равенства идеал братства скажем мы и поймаем козла за рога де факто мы уже стерли всякое правление кроме нашего хотя де юре таковых еще много ныне если какие-либо государства поднимают протест против нас то это для формы и по нашему усмотрению и распоряжению ибо их антисемитизм нам нужен для управления нашими меньшими братьями не буду этого разъяснять ибо это уже было бы предметом неоднократных наших бесед поясним что когда где-либо было гонение евреев оно устраивалось самими евреями так например стремление гитлера уничтожить евреев фактически было с благословением верхушки масонов которые сказали что это балласт те которые заразились безбожием и ненужны для восстановления царства Израилева пророчествов было сказано Господь говорит заброшу уду и пошлю охотников по всем холмам и вы полетите как голуби к Иерусалиму сейчас еще иудея заманивают приманками хорошим положением обещанием нажить большое достояние в Израиле но придет время когда особые отборные группы евреев во всех странах мира воздвигнут гонения на своих собратьев и все посты которые они занимают ныне в России как директора артисты бросят и побегут в Израиль диктатура масонства в действительности для нас нет препятствий наше сверхправительство находится в таких экстралегальных условиях которые принято называть энергичными и сильным словом диктатура я могу по совести сказать что в данное время мы законодатели мы творим суд и расправу мы казним и милуем мы как шеф всех наших войск сидим на предводительском коне мы правим сильную волею потому что у нас в руках осколки когда-то сильной партии ныне покоренной нами в наших руках неудержимое чистолюбие жгучие жадности беспощадные мести злобные ненависти террор кто служит масонству от нас исходит всеохватывающий террор у нас в услужении люди всех мнений всех доктрин реставраторы монархии демагоги социалисты коммунисты и прочие утописты мы всех запрягли в работу каждый из них своей стороны подтачивает последние остатки власти и старается свергнуть все установленные порядки этими действиями все государства замучены они взывают к покою готовы ради мира жертвовать всем но мы не дадим им мира пока они не признают нашего интернационального сверхправительства открыто с покорностью народ завопил о необходимости разрешить социальный вопрос путем международного соглашения разложение на партии предоставило их все в наше распоряжение так как для того чтобы вести соревновательную борьбу надо иметь деньги а они все у нас разделение зрячей и слепой сил мы могли бы бояться соединения гоевской зрячей силы господствующих со слепой силой народной но нами приняты все меры против такой возможности между той и другой силой нами воздвигнута стена в виде взаимного между ними террора таким образом слепая сила народа остается нашей опорой и мы только мы будем ей служить руководителем и конечно направим ее к нашей цели общение власти с народом чтобы рука слепого не могла освободиться от нашего руководства мы должны по временам находиться в тесном общении с ними если не лично то через самых верных братьев наших когда мы будем признанной властью то мы с народом будем беседовать лично на площадях и будем его учить по вопросам политики в том направлении какое нам понадобится как проверить что ему преподают в деревенских школах а что скажет посланник правительства или сам царствующий то не может не стать известным тотчас всему государству ибо быстро будет разнесено голосом народа либеральный произвол чтобы не уничтожить раньше времени гоевских учреждений мы коснулись их умелой рукой и забрали в свои руки концы пружин их механизма пружины эти были в строгом но справедливом порядке а мы заменили либеральным беспорядочным произволом мы затронули юрисдикцию выборные порядки печать свободу личности а главное образование и воспитание как краеугольные камни свободного бытия захват образования мы одурачили одурманили и развратили гоевскую молодежь посредством воспитания в заведомо для нас ложных но нами внушенных принципах и теориях толкование законов сверх существующих законов не изменяя их существенно а лишь исковерков их противоречивыми толкованиями мы создали нечто грандиозное в смысле результатов эти результаты выразились сначала в том что толкование маскировали законы а затем и совсем закрыли их от взоров правительств невозможностью ведать такое запутанное законодательство отсюда теория суда совести вы говорите что на нас поднимутся с оружием в руках если раскусят в чем дело раньше времени но для этого у нас в запасе такой терроризирующий маневр что самые храбрые души дрогнут метрополитеновые подземные ходы коридоры будут к тому времени проведены во всех столицах откуда они будут взорваны со всеми своими организациями и документами страны протокол номер 10 показное политики сегодня начинаю с повторения уже сказанного и прошу вас помнить что правительство и народы в политике довольствуются показным да и где им разглядывать подкладку вещей когда их представители важнее всего веселяться для нашей политики весьма важно ведать эту подробность она нам поможет при переходе к обсуждению разделения власти свободы слова прессы религии право ассоциации равенства всех перед законом неприкосновенности собственности жилища налога обратной силы законов все эти вопросы таковы что их прямо и открыто для народа не следует никогда касаться в тех случаях когда необходимо их коснуться надо не перечислять их а заявлять без подробного изложения что принципы современного права признаются нами значение этого умолчания заключается в том что неназванный принцип оставляет нам свободу действий исключать то или иное из него неприметно при перечислении их они являются все как бы уже дарованными гениальность подлости народ питает особую любовь и уважение гением политической мощи и на все их насильственные действия отвечает подло то подло но ловко фокус но как сыгран со сколь величавой нахальностью мы рассчитываем привлечь все нации к работе возведения нового фундамента здания которое нами проектировано вот почему нам придется прежде всего запасти и заручиться той прямо бесшабашной удалью и мощью духа которая в лице наших деятелей сломит все препятствия на нашем пути что обещает масонский государственный переворот когда мы совершим наш государственный переворот мы скажем тогда народам все шло ужасно плохо все и страдались мы разбираем причины ваших мук народности границы разномонетность конечно вы свободны произнести над нами приговор но разве может быть он справедливым если он будет вами утвержден прежде чем вы испытаете то что мы вам дадим тогда они вознесут нас и на руках понесут в единодушном восторге надежд и упований голосование которое мы сделали орудием нашего воцарения приучит к нему даже самые мелкие единицы из числа членов человечества составление групповых собраний и соглашений отслужит свою службу и сыграть на этот раз свою последнюю роль единогласием в желании ознакомиться с нами поближе прежде чем осудить всеобщее голосование для этого нам надо привести всех к голосованию безразличия классов и ценза чтобы установить абсолютизм большинства которого нельзя добиться от интеллигентных цензовых классов таким порядком приучив всех к мысли о самознательном значении мы сломаем значение гоевской семьи и ее воспитательную цену устраним выделение индивидуальных умов которым толпа руководимая нами не даст ни выдвинуться ни даже высказаться она привыкла слушать только нас плативших ей за послушание и внимание этим мы создадим такую слепую мощь которая никогда не будет в состоянии никуда двинуться помимо руководства наших агентов поставленных нами на место ее лидеров народ подчинится этому режиму потому что будет знать что от этих лидеров будут зависеть заработки подачки и получение всяких благ гениальный руководитель масонства план управления должен выйти готовым из одной головы потому что его не скрепишь если допустить его раздробление на клочки во многочисленных умах поэтому им можно ведать план действий но не обсуждать его чтобы не нарушить его гениальности связи его составных частей практической силы тайного значения каждого его пункта если обсуждать и изменять подобную работу многочисленным голосованием то она понесет на себе печать всех умственных недоразумений не проникшись в глубину и связь ее замыслов нам нужно чтобы наши планы были сильны и целесообразно задуманы поэтому нам не следует бросать гениальные работы нашего руководителя на растерзание толпы или даже ограниченного общества эти планы не перевернут пока вверх дном современных учреждений они только заменят их экономию а следовательно всю комбинацию их шествия которая таким образом направится по намеченному нами учреждение